Генеральный прокурор США Джефф Сэшнс охарактеризовал преступную группировку МС-13 как одну из самых опасных из всех орудующих на территории США. По его словам, именно МС-13 совершает десятки убийств с особой жестокостью ежегодно. МС-13 или Мара Сальватруча сегодня насчитывает 30 тысяч членов по всему миру. 10 тысяч из них находятся в США. Значительная часть в округе Монгомери в Мэриленде, всего в нескольких километрах от Вашингтона. За последние два года произошло 18 убийств, связанных с бандами. 10 из них с МС-13. Повторюсь, это не единственная группировка, но именно она несет ответственность за большую часть жестоких преступлений, таких как убийства. Чиновники офиса прокурора штата Мэриленд убеждены в том, что из-за жестких мер против МС-13 в Сальвадоре банда активизировала свою преступную деятельность в США. Сальвадорские власти оказывают значительное давление на бандформирование в своей стране. Для того, чтобы собрать ресурсы, в частности деньги, для борьбы с правительством, МС-13 напрягает свои щупальца в США. Мара Сальватруча финансирует свою деятельность за счет проституции, торговли наркотиками, рэкета и других преступлений. Одна из жертв МС-13 согласилась рассказать свою историю на условиях анонимности. Я решила уехать в США, чтобы создать семью и растить детей. Но когда я приехала сюда, то поняла, что вновь оказалась в той же ситуации. И здесь банды и наркотики. По ее словам, на улицах ее района дети видят наркоторговлю средь бела дня. Часть из них даже предупреждают торговцев о приближении полиции. Ее соседи говорят, что МС-13 заставляет их платить деньги за то, чтобы их не трогали. Что особенно пугает мигрантку Сальвадора, это то, что бандиты вербуют детей. Они так милы и ласково ведут себя с ребятами. Но только для того, чтобы потом втянуть их в свою сеть. Эту информацию подтверждают и полицейские. Группировка все чаще стремится завербовать свои ряды испаноязычную молодежь. Удается это по целому ряду причин. Когда эти ребята приезжают в США, они почти не знают своих родителей. Дети росли в своих странах, вдали от семьи, которая осела в Америке. Там, на родине, их любили, и о них заботились бабушки с дедушками, тети с дядями. Здесь, в США, у их мам и пап зачастую уже новые дети, с которыми приходится соперничать за внимание. Еще один фактор – они часто остаются дома без присмотра. Ребята, оставленные без присмотра, гораздо более уязвимы перед вербовщиками банд. Президент Дональд Трамп объявил уничтожение МС-13 и депортацию преступников приоритетом администрации. Министерство юстиции зарезервировало в своем бюджете под эти цели 500 миллионов долларов. МС-13 пользуется тем, что наша иммиграционная система не работает. Они нарушают наши границы, как будто их и вовсе нет. Они свободно перемещаются туда-обратно. По оценкам ФБР, еще в 2008 году в состав криминальной группировки входили в основном американцы в первом поколении и сальвадорские граждане. Операции, проведенные в 2015 и в 2016 годах, показали, что большинство членов банд сегодня уже граждане США.